Друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу рассмотреть еще одну причину, по которой вы можете не получать нужные вам деньги, хотя вы к этому стремитесь. В предыдущих видео я уже рассмотрел три возможные причины, почему вы не можете увеличить свои доходы. Сегодня рассмотрим еще одну, которая называется «Скрытые выгоды». Все эти возможные причины, почему мы до сих пор не имеем тех денег, которые мы хотим, они собраны в книге, которая называется «Деньги внутри вас. Уберите барьеры перед деньгами». И сегодня эта причина называется «Скрытые выгоды». Скрытые выгоды от того, что вы не достигаете вашей цели. Ваша цель – увеличить свои доходы, вы ее не достигаете, и при этом вы сами так делаете, даже не догадываясь об этом. Почему так может быть? Первая причина – вы сейчас имеете что-то, что вы можете потерять, если у вас будет увеличено количество денег. Вы займете, например, другую должность, но при этом вы потеряете возможность заниматься каким-то любимым делом – рыбалкой, охотой, чем-то еще, потому что у вас будет более тяжелый режим работы. Вы потеряете знакомых, друзей, которые с вами работают, возможность общаться на общие темы, некоторую свободу и что-то еще. Вы не хотите это терять, и поэтому вы отказываетесь от продвижения по службе, например. Другой вариант – когда вы избегаете тех сложностей, которые неименово возникнут, если вы увеличите свои доходы. Например, вам предложат занять должность начальника отдела, и вы понимаете, что нужно будет повышать вашу квалификацию, нужно будет чему-то учиться, нужно будет портить отношения с вашими друзьями, которыми вы работаете в отделе. Вам нужно будет изменить ваш график работы, скорее всего, потому что руководители работают больше, чем сотрудники. У вас возникнет ответственность за результаты работы. Ну и много других соответствующих неприятностей. И всего лишь дам увеличение дохода на 20, 30, 40, 50 тысяч рублей. Вы не хотите иметь из всех этих неприятностей, поэтому вы отказываетесь от того, чтобы занять нужную вам должность. Вы не хотите из тех сложностей, которые возникнут у вас вместе с увеличением доходов. Это довольно распространенная причина, почему люди не увеличат свои доходы, но они даже не догадываются об этом обычно, хотя решение принимают сами. Они сегодня имеют некоторые выгоды и не хотят от них отказываться. Либо они хотят новых неприятностей, которые доступят вместе с деньгами. Сколько выгод может иметь человек сегодня от того, что он не получает нужный результат? Десятки. Может быть, одна выгода. Например, у нас на тренинге была женщина, которая работала в MLM-компании сетевой, заняла мама средний уровень и хотела расти дальше, но у нее был 4-летний сын, и работа была связана с многочисленными поездками в другие города. То есть она могла уделять внимание сыну, и при этом она чувствовала себя виновата, я плохая мама. И она зависла посередине, я не очень хороший бизнесменшин, потому что мне достаточно времени, чтобы заниматься бизнесом. И я плохая мама, потому что я недостаточное время уделяю своему ребенку. И куда двигаться она не могла решить. На тренинге мы обсудили ситуацию и пришли к интересному выводу. Мы рассуждали так. Душа человека, когда идет в эту жизнь, она знает, в какой семье она родится. Это историческая модель, но, скорее всего, все так в мире и существует. То есть он знал, что его мама будет бизнесвумен и много времени тратит на работу, с удовольствием, зарабатывает большие деньги. Но она не сможет уделять достаточное количество времени своему ребенку. И он, ребенок, пришел в эту семью. Значит, он хотел получить больше независимости, больше самостоятельности, нарабатывать свой личный опыт. Поэтому он выбрал такую маму. А если бы мама могла очень много времени уделять ребенку, то тогда бы, скорее всего, она тотально опекала, и он был бы несамостоятельный, как многие дети, которые не могут проявить себя в молодости. Значит, выбрать такую маму, которая занимается бизнесом, был выбор ребенка, и не надо ей брать на себя вину, что я плохая мама. Ты не плохая мама, ты такая мама, которая нужна этому ребенку. Так что будь довольна, представь ребенку возможность развиваться вместе с бабушкой и занимайся тем, чем тебе нужно. Ее такое толкование ситуации вполне устроило. Она сказала, все, ребеночек, извини, становись самостоятельным, независимым, а я побежала по своим делам. И она ушла в бизнес. Это был способ выхода из тупика, когда человек не мог себе позволить двинуться дальше, вперед к деньгам, потому что он думал, что это создаст проблемы с ее ребенком. Выяснилось, что нет, но чаще человек отказывается от повышения по службе, например, потому что боится потерять коллектив, дружеские отношения, поддержку, внимание, общие интересы и что-то еще другое. Он понимает, что он может получать больше денег, но он все это потеряет, и он делает выбор, что я ничего не буду менять. Так что посмотрите, если вы хотите больше денег, и представится возможность получать больше, но при этом переместиться в другое место работы, занять другую должность, начать контролировать ваших подруг, требовать с них, чтобы они выполняли работу, может быть, увольнять кого-то из них, готовы ли вы пойти на это. И для вас очень важны отношения в коллективе с друзьями, и вы не готовы отказываться от них ради прибавки в зарплате. Второй вариант. Вам предлагает должность руководителя, но вы знаете, что вам нужно будет повышать квалификацию, менять отношения с коллективом, с друзьями, с кем вы поработали много лет, начать требовать их, подгонять, может, увольнять кого-нибудь из них. И вы не готовы пойти на такое сложение ситуации ради 20-30 тысяч рублей. Вы отказываетесь. А потом стоите, почему же у меня так мало денег, почему же я никак не могу увеличить свои доходы. Вы можете увеличить, но вы не хотите, потому что вы избегаете тех неприятностей, которые вы явно получите вместе с вашими деньгами. Что же делать? Как сделать так, чтобы скрытые выгоды не держали вас на месте, не тормозили вас? Нужно, во-первых, осознать их. То есть, если у вас что-то не получается, вы не могут достигнуть, вы должны прямо взять бумажечку и записать, какие выгоды я получаю от того, что моя ситуация с деньгами не меняется. Может быть, вы боитесь больших денег, и что, получив больше денег, у вас возникнет опасность, на вас нападут бандиты, кто-то еще, и вы сторонитесь денег. Может быть, вас испугает избыточная ответственность, необходимость учиться, необходимость менять отношения или что-то еще. Все это запишите внимательно, и потом посмотрите, как вы будете убирать эти скрытые выгоды, чтобы вы расчистили свой путь к большим деньгам. Вот тут пригодятся те инструменты, которые я даю методике «Разумный путь». Нужно будет поработать с прощением и поработать с самопрограммированием, позволить себе изменить отношения с людьми, позволить себе, может быть, порвать какие-то связи, потому что, если вы переместитесь в нишу руководителя, то явно связи с сотрудниками у вас изменятся. Вы найдете 8, 10, 15, может быть, выгод от того, что ваши доходы не увеличиваются. И нужно посмотреть, может, ну их нафиг эти доходы, если у вас все хорошо сегодня, ну, кроме того, что немножко денег не хватает. Но вы живете уже много лет так, и ничего принципиально не изменится, если ваши доходы немного увеличатся. И можно отказаться просто от цели увеличить доходы, не переживать по поводу этого, не нервничать, не тратить энергию, потому что все равно скрытые выгоды не пускают дальше. Либо нужно отказаться от скрытых выгод. Нужно вытащить их в себя, прописать, а потом смотреть, как вы будете отказываться от той или иной выгоды. Здесь могут быть разные шаги, и как раз пригодятся те инструменты, которые есть в методике «Разумный путь». Нужно будет поработать с прощением себя, что вы изменитесь, может быть, порвете отношения с друзьями. Или придумаете еще какой-нибудь вариант по отношению к каждому человеку, как вы будете существовать дальше, когда ваша позиция по деньгам и по должности изменится. То есть все возможно, почитайте книжечку. Большое количество примеров по поводу скрытых выгод, приведенного в книге. «Начни жизнь заново. Четыре шага к новой реальности» в последней главе. Почитайте там книги «Деньги внутри вас». Имеются на сайте свяж.ру бесплатно. Пожалуйста, заходите, почитайте. Это серьезные книги, и если вы серьезно хотите поработать над увеличением своих доходов, то нужно их прочитать и посмотреть, что из этого держит вас. Убрать из себя эти барьеры, и тогда кажется, что перед вами давно были деньги, вы просто их не брали, потому что внутренние механизмы торможения не пускали вас. Осознайте свои барьеры и сделайте правильный выбор. Тот, который вас устроит. Либо с деньгами, либо без денег, но имейте все остальное, что вы имеете сегодня. Думайте, действуйте. Инструменты есть. Ваш Александр Свияж. Продолжение следует.